60 детей, страдающих врожденной аномалией и мочевой системой, прооперировали хирурги детской областной больницы с начала года. Проводить такие операции стало возможным благодаря новым методам, которые стали применять после специализации врачей в Алматы. Подробнее в нашем материале. Сыну Натальи Чистяковой Диме почти два с половиной года. Сейчас он спит и его ничто не беспокоит. Однако год назад ребенка стали мучить сильные боли в животе. Специалисты в разных клиниках ставили один диагноз – гидронефроз. Это рожденная аномалия мочеводелительной системы. Решить проблему удалось пять дней назад. Диму прооперировали в детской областной больнице. Прооперировали пять дней назад новым методом лапроскопическим. Перед этим мы два раза лежали, делали урограмму, выявили гидронефроз второй степени. До этого мы ездили еще на консультацию, перед операцией ездили на консультацию в Омск. Там тоже подтвердили, что нужна операция. Хирурги детской областной больницы стали проводить такие операции с этого года. Ранее, чтобы помочь североказахстанским пациентам, страдающим подобными недугами, врачам приходилось выписывать направления в другие регионы Казахстана. А возможность оперировать появилась благодаря курсам повышения квалификации в Алматы. И специалисты детской областной больницы прошли обучение. Диагностика в нынешнее время улучшилась в данной сфере. То есть все врожденные аномалии, пороки развития у детей ставятся еще во время беременности. Наша помощь непосредственно помочь детям с врожденной аномалией откоррегировать ее. Это делается непосредственно. Чаще всего процентов 90 это оперативно. Если раньше дети, которые уезжали и лечились в научных центрах, уезжали ежегодно, сейчас они имеют возможность пролечиться у нас. Оперативное вмешательство проводят как обычным методом разреза, так и современными лапароскопическим и хирургией малого разреза. На сегодня уже 60 детям с диагнозом аномалии мочевой системы операцию сделали. Денис Сивков, Владимир Боровков, Новости МТРК.